Добрый вечер, уважаемые ребята и дамы и господа, я очень рад приехать в Москву и в первую очередь хочу выразить благодарность профессору Александру Полетаеву и всем, кто работает на правлении церебрального паралича. Я впервые приехал в Москву и очень благодарен организаторам за приглашение и за то, что мне дали возможность поговорить о связи между церебральным параличом и амутизмом. И поскольку у меня немного времени, я перехожу к представлению моей темы. Мы наблюдаем большую клиническую гидрогенность у детей с различными нарушениями георазвития и соответственно это отражается в тех сильных сторонах и в тех потребностях, которые должны быть учтены при решении о терапевтическом лечении. Возможно, об этом знают не все врачи, но существует четкая связь между расстройством биоматического спектра и церебральным параличом. Хотя расстройства эротического спектра относятся больше к когнитивным расстройствам, а церебральный паралич влияет на моторную функцию. И церебральный паралич – это в первую очередь моторная вентильное нарушение, которое связано с поражением моста в стадии развития. Существует ряд исследований. Исследование Кристенсен и его соавторов показывает, что от 8 до 15% может быть популяционных совпадений между рас и церебральным параличом. Другими словами, у людей с церебральным параличом расстройства аутического спектра более частотны, чем у общей популяции. И, несмотря на то, что известно, что расстройство аутического спектра в популяции церебральным параличом преобладает, постановка диагноза расстройства аутического спектра вказывается позже, медианом расстройства 66 месяцев по сравнению с нормальной постановкой, когда раз панифестируется, когда это мода панифестации – 61 месяц. И если вы приходите из развития страны, как Македония или Патроны, то эти годы увеличены. В моем офисе дети, которые имеют 7-8 лет, и у них нет диагноза как аутист. И в развивающейся странах, а Македония как раз развивающаяся страна, этот диагноз может быть поставлен даже еще позже. Например, ко мне приводят детей 7-8 лет, и у них до сих пор не поставлен диагноз расстройства аутического спектра. Этот диагноз расстройства относится к множественным факторам диагнозам, но в основном, в основном, является фактором основных симптомов АСД, и они часто неинтерпретены по клинициям, когда они вместе с церковной пациентами. И причины такой постановки диагноза могут быть самые разные, но чаще всего проблема в том, что клиницисты видят черты расстройства аутического спектра, но принимают экзогеническое проявление церебрального паралича. Я бы хотел бы сейчас, потому что я приготовил мою презентацию за 30 минут, и я думаю, что это будет симпатичная трансляция, и я извиняюсь вам, потому что я попал в несколько слов, но, пожалуйста, не скучайте меня. Я буду поставить эту презентацию для тех, кто понимает английский, на мой слайд-ширный профиль. Я сразу хочу извиниться перед уважаемыми коллегами. Когда я планировала свое выступление, я думала, что у меня будет 30 минут, и что будет синхронный перевод, поэтому сейчас мне придется проскакивать какие-то части своей презентации, но для тех, кто хочет, я размещу эту презентацию полностью в своем профиле, и вы сможете ее потом скачать, если вас она заинтересует. В последние 10-15 лет все больше и больше появляется понимание того, что психическое здоровье и политические нарушения связаны с развитием в том числе медицины, и они лучше осознаются благодаря развитию медицины, в том числе, когда мы говорим о церебральном пролечении. Что касается ассоциативных дисциплин, которые находятся в церебральном пролечении, которые находятся в церебральном пролечении? Как вы видите на слайде, церебральном пролечении может быть с спектром-developmental дисциплин, как с интеллектуальный дисциплин, и с ассоциативным дисциплин, сессия, висюм, Как вы видите на слайде, церебральный паралич может быть связан или могут сопутствовать ряд других нарушений, в том числе психические нарушения, расстройства аутического спектра, про которые мы в основном будем говорить, различного рода судороги, нарушения слуха, зрения и нарушения речевого развития, когнитивные дисфункции, поведенческие проблемы. И в своей презентации хочу обратить особое внимание на симптомы расстройства аутического спектра у детей с церебральным параличом, а также на связь между расстройствами аутического спектра и медицинскими коморбидными спектрами. Теперь я хочу обратить внимание на симптомы расстройства между аутизмом и церебральным параличем. И они both обнаружены примерно до самого возраста. Церебральная паралича обычно обнаружена немного позже, а может 6-2 месяцев. Давайте посмотрим, в чем сходство между рас и аутизмом. Во-первых, они появляются, манифестируются в достаточно раннем возрасте, от 6 месяцев до 2 лет, и церебральный паралич обычно диагностируется чуть раньше. Аутизм, обычно диагноз аутизма ставится в 5-ти годах, а в США, возможно, чуть раньше, в 4-х годах. Не знаю, какова ситуация в России, возможно, мы сможем это обсудить. Оба эти состояния весьма вариабельны и одни симптомы могут присутствовать в одних детей и не присутствовать у других детей. То есть большая гидроагентность аутизмическая наблюдается. Оба эти состояния могут быть наблюдаемы, но их сложно наблюдать. И если мы донемся упростим ситуацию, то мы скажем, если кто-то сидит на инвалидном кресле и использует костыли, то у этого человека церебральный паралич. И если кто-то не говорит, но вполне себе двигается, то, скорее всего, можно говорить об аутизме. Но это не правило. Помните, что многие люди с церевральной палцией не имеют кратчей. И многие люди с аутизмом не могут говорить. Это просто классические презентации морально-сибир-каза, которые не нуждаются в костылях. Но, конечно, это не правило. Мы знаем, что есть люди с церевральным бралищем, которые не нуждаются в костылях. Есть люди с аутизмом, которые вполне могут говорить. Но классически мы представляем себе именно такую картину. Теперь я поговорю о разночках между церевральной палцией и аутизмом. В многих случаях, церевральная палцией известна. В контакте, церевральная палцией известна. Для исследователей мы знаем, что есть большая генетическая предиспозиция в комбинации с оборудованием. И теперь обратимся к разницам между аутизмом и церевральным параличом. Во-первых, чаще всего мы знаем причины цереврального паралича, тогда как истинная причина аутизма до сих пор науке неизвестна. Мы говорим о том, что есть большая генетическая предрасположенность, влияние фактором окружающей среды, но конкретные причины неизвестны. Мы знаем, что в аутизмологии церебрального паралича играют большую роль инфекции во время беременности, травмы во время родов или недостатка кислорода, так же травмы головы очень ранней возрасте, генетические факторы играют незначительную, правда, не нулевую, но тем не менее, незначительную роль в развитии церебрального палича. Аутизм, в к США, в общем-то, происходит традиционно у меня получалась очень большая роль, orgy Shane Spray в июне Kollege hogy в партахиологии. В противоположной литературе мы знаем, что генетический фактор в аутизме играет ведущую роль и индекс генетической предрасположенности к аутизму очень высок, 90%. У пациентов с аутизмом процентов с аутизмом процентов с аутизмом гораздо меньше. Еще немного про разницу между аутизмом и аутизмом процентов с аутизмом. В основном мы говорим о двигательных нарушениях, в связи с чем может развиваться слабость мышечная, плохая координация. И соответственно, если у нас возникают проблемы с речью, это последовательное влияние, которое связано с потерей контроля дыхания, потерей контроля голосовых связок и проблемы с мышцами лица и ротовой полости. С другой стороны, аутизм является основным когнитивным поведением, как вы уже знаете. И люди с аутизмом обычно не имеют способствовать говорить о серьезных проблемах. Они не имеют способствовать говорить, но это связано с проблемами с пониманием и производственным языком. В противоположность этому аутизму это проблема в основном когнитивная. Люди с аутизмом плохо или не говорят, потому что у них проблема мышечного характера, а проблема с пониманием и продуцированием речи. И если мы говорим о аутиологии, этот слайд я подсокрощил, но совершенно очевидно, что здесь есть общие аутиологические механизмы, но они, они умножаются и телоависимых механизмов умножаются, особенно при расстройстве аутического спектра. There is likely to be a million of factors underlying the co-occurus of ASD and cerebral palsy and the relative contribution on genetic influence different versus injury-related processes in the co-occurus ASD and CP remains an interesting question for the future research. По всей вероятности можно говорить о миллионах факторов, которые объясняют взаимосвязь рас и церебраевого правильща, но генетическая предрасположенность и проблемы каких-то повреждений и нарушений, условно, остаются вопросами, которые нужно рассматривать в дальнейших исследованиях. Немного о эпидемиологии. В одном из популяционных исследований отмечается, что из 38 детей с церебра, у пациентов с церебра и пролечем 4 метров с цереброматического спектра. Как я говорил ранее, в некоторых исследованиях указывается возможный процент пациентов с аутизмом у пациентов с церебра и пролечем до 15%. Но у нас в балканских странах на эти данные не так приятно обращают внимание. Теперь поговорим о том, как клинически оценивать симптоматику рас у пациентов с церебра и пролечем. В настоящее время, например, лучшей практикой диагностики рас у детей с церебральным пролечем является полное клиническое исследование и заключение клинициста. Пациент обследования АСД в ходе церебра и пролечеме, чтобы показать церебра и пролечем 1 метров с цереброматического спектра. Когда мы говорим о оценке рас на фоне церебра и пролечем, сюда должен входит детальнейший аналл мест обследования. структурное наблюдение социальных и коммуникативных навыков ребенка, а также стандартное использование стандартных документов, простите, инструментов диагностики, которые верифицированы для наблюдения пациентов с двигателями нарушения. Клиническая реферация серебряная пульсия, обычно, occurs в мировой ребенке, вы знаете это, появляя 2-2 лет назад, и есть много хитрогенит в клинической презентации АСД-черкл. Клиническая манифестация серебряного паралича обычно происходит в раннем детском возрасте, от 2 до 3 лет. Что касается клинической презентации АСД, она гораздо более хитрогенит. Поэтому, когда мы говорим о оценке детей с серебряным параличом и аутизмом, мы говорим о пошатовом подходе. В первую очередь, мы говорим о анамнезе и семейной истории, мы говорим о состоянии матери, об общей семейной анамнезе, анамнезе о особенностях развития, особенностях раннего развития, навыках коммуникации и социального взаимодействия, навыках свободной игры, поведенческая анамнез, двигательные стереотипы, сенсорные стереотипы и так далее. Второй степень – это информационная асессия. Это важно, если информация может быть для наблюдателей и обслуживания, как и в игре, или 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 в игре. Очень важен второй шаг – это наблюдение и неформальная оценка. Эту информацию можно получить, наблюдая ребенка в свободной атмосфере, когда он играет, когда он находится в приемном покое, то есть когда он не стеснен какими-то дополнительными факторами. Следующий шаг – это скрининг. Вы, скорее всего, знаете о тестах типа NCHAT, STAT и BISCUIT Part 1. Часть 1. Они нам помогают диверсифицировать проявления цепаральной асессии. И дальше 1 раз. Ему чаще 4 – это диагностическая тестация. Последний шаг – это нефигурация диагностики. Это надо использовать модели клиницистов. чтобы неудшить облегчение типичных реакций и индивидуlines. Следующий, четвертый шаг – это использование инструментов диагностики. Это должно выполняться исключительно обученным клиницистам, который сможет отличить типичное проявление раз Вот просто нормальное поведение. Here the most recommended diagnostic test is ADOS-2, Autism Diagnostic Observation Schedule, to differentiate between ASD and non-ASD profile. Самый популярный и самый используемый диагностический тест здесь ADOS-2, шкала оценки аутизма. And step 5, putting the pieces together, combining information from the history, observation and diagnostic assessment, the clinician will now form an overall clinical impression about the child. The presence of significant impairment in social communication, and atypical behaviors which impact on the child's level of functioning in such as an ASD profile. And what are the goals of the treatment of this kind of child? We should optimize mobility, manage primary conditions, control the pain, prevent and managing computations and associated conditions, maximize independence of the child, enhance social and peer interaction, foster self-care, maximize communication, maximize learning potential, and enhance quality of life. And if we are talking about the goal of the treatment of the patient, we are talking about optimization, we are talking about optimization, how we are working with the first-year-old, how we are working with the first-year-old, control of the pain, control of the pain, профилактика, и работа с осложнениями, и сопутствующими проблемами, мы помогаем нашему пациенту максимально быть независимым, улучшаем его взаимодействие со сверстниками, он должен уметь заботиться о себе, по максимуму уметь коммуницировать, и также мы помогаем учиться. And what are the treatment? There is multidisciplinary team, physicians, occupational physical therapists, speech therapists, social workers, special educators, developmental and clinical psychologists, and family support is crucial. И когда мы говорим о лечении, мы используем мультидисциплинарный подход, и здесь должны быть включены специалисты всех уровней от медицинских до социальных работников, и, конечно, крайне важна роль семьи. И я закончу. И я закончу. И я закончу.